В течение выходных уровень воды в реках района медленно повышался, и в сухой дне в Северной Двине лед потемнел и поднялся, повсюду появились забеги, но его подвижек зафиксировано не было. В центре города никто не рискует переходить реку по закрытой пешеходной переправе, ведь от края льда до левого берега около десятка метров открытой воды. А по ледовой дороге через Северную Двину напротив Кузина утром понедельника люди еще ходили. Можно ли нормально дойти в неврезиновых сапогах? Да нет, наверное, в неврезиновых ты не дойдешь. А самое глубокое место какое? Вот здесь, у берегов, самые глубокие места, где размывают атак. А там посередине по самой телепереправе нет ничего? Посередине-то нет, там более-менее сделали спуск воды, проходили, прошли хорошо. Тем не менее, в понедельник глава района сообщил, что принято решение закрыть переправу через Северную Двину даже для пешеходного движения. Пересекать реку стало опасно для жизни, и в течение этой недели переправу подорвут саперы. Неподалеку от ледовой дороги расчищает себе путь буксир ледокольного класса РБТ-509. Зиму теплоход провел во льду, и всю минувшую неделю матросы готовили судно к началу навигации. В течение пары дней корабль пробьет себе путь Затон. Там он будет в безопасности во время ледохода, и заодно очистит поверхность искусственного водоема, для того, чтобы при первой возможности можно было вывезти на реку паром. На Северной Двине продолжаются взрывные работы. В понедельник специалисты военно-спасательной службы региона занимаются подрывом затороопасного участка в районе переката Шабурный. Не останавливаются на реках ледорезной работы. Их проводят выше Великого Устяга на Сухане и на Северной Двине на территории Архангельской области. Состояние льда, он уже верхний слой, он такой уже рыхлый, но еще внизу кристаллический. Так что сегодня говорить о том, что подвижки в Великого Устяга районе еще прежде временно. В ближайшие дни уровень воды будет повышаться до 40 сантиметров, может быть даже до 50. И тогда уже ближе к середине, к концу недели будут и подвижки, и вот ожидается, может быть, какое-то определенное движение льда. В 15 часов 12 апреля уровень воды в Сухане на водомерном посту в районе Великого Устяга составлял 183 сантиметра. По словам главы района, первые подвижки начнутся, когда уровень воды будет около 3 метров. Тем временем ледоход уже начался в Тотме. Эту информацию подтвердили областные гидрологи. Впрочем, до Великого Устяга ледоходу еще надо преодолеть 278 километров. Максим Дятов, Антон Хаев, Ачестов Голиков, телеканал Русский Север.